Уй, вы, гости, дорогие, уй, вы, гости, дорогие, бояре, молодые, бояре, молодые. Традиции народного промысла в Иванове не забыты. Во вторник открылась выставка-конкурс «Мастер золотые руки». В ней представлено более 250 работ мастеров из разных домов ремесел со всей области. Мероприятие проводят раз в два года. Начало конкурсу было положено в далеком 1994-м. Каждый мастер должен представить на суд зрителей и жюри от трех до пяти изделий, созданных в течение последних двух лет. Работы необходимо выполнить в тех техниках декоративно-прикладного искусства, которым они обучают детей в своих домах ремесел. Здесь и ручное ткачество, и резьба по дереву, керамика, вязание спицами, крючком и множество других. Всего 21 направление. Несмотря на то, что конкурсу более 20 лет, организаторы каждый раз стараются сделать мероприятие зрелищным и интересным. В этом году мы ввели такое новшество, что приходит нам, мы будем каждую неделю проводить открытый день дома ремесел того или другого. Там будут приходить ребята-школьники, с которыми будут рассказывать о том, как работает дом ремесел, чем он занимается. И они будут проводить, мастера будут проводить мастер-класс. То ребята там по трем-четырем разным направлениям будут учить, они будут сидеть и делать какие-то, так сказать, тут поделки. На открытие приехали мастера из Южи. В их доме ремесел занимаются более 200 детей. А обучают различным техникам прикладного искусства 14 рукодельниц и умельцев. Светлана Прохорова на конкурс привезла кукол, сшитых в народных традициях. Из обычных хлопковых тканей женщина создает настоящее произведение искусства. Также среди ее работ панно, выполненное в технике лоскутного шитья. Я решила сделать из бросовых тряпочек то, что остается от наших куколок, от каких-то тканей. Вот такое вот панно. Все, что вы видите, сплетенное, это все из бросовых тряпочек. Здесь не используется ни одной новой тряпочки. Просто вот эти тряпочки мне захотелось использовать и удешевить мою работу, допустим, в плане цены. Среди зрителей, пришедших на выставку, оказались не только ценители изделий народного промысла. Валентин Потехин сам уже давно занимается резьбой по дереву. В этой арт-галерее выставлялся не один раз. Правда, в нынешней выставке участия не принимает. Так как исторически сложилось, что у меня была возможность этим заниматься. Был материал, я работал с деревом много лет. И так как-то захотел делать красивые вещи. Думаю, что это делает жизнь интереснее. И как-то остается после себя память. Выставка продлится до 14 декабря. По ее окончанию члены жюри подведут итоги и выберут лучшие работы. А их создатели в следующие два года будут гордо носить звание «Мастера золотые руки». Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.